Привет друзья! Предлагаю сегодня попробовать полезную и вкусную самсу с зеленью, которая очень популярна весной, в частности ее обилием. Готовится она намного проще, чем слоеная самса и вкус его обязательно вам понравится. Замешиваю самое обычное тесто, можно использовать любую пшеничную муку. Солю по вкусу, добавляю чуточку растительного масла, без запаха, затем наливаю воды. Воду лучше не выливать все сразу, а добавлять 2-3 приема. Просто я знаю сколько берет воды мука, с которой я обычно работаю, поэтому выливаю все сразу в муку. Получилось мягкое эластичное тесто, накрываю его и оставляю на полчаса для расстойки. Делаю начинку из зелени, ее я промыла хорошо и слегка подсушила. Использую шпинат стебли от дуванчика, зеленый лук и репчатый. Толстые стебли шпината я не использую, но если у вас шпинат молодой, то можно их и не срезать, а нарезать мелко с листьями. Собираю нашинкованную зелень сразу в большой посуде. Нарезаю также и остальную зелень. Весна особенно богата душистой зелени и ее разнообразие. Начинку также можно использовать. Любую зелень, мотор, мадор, мотор и прочие транскрипции эта штука загадочная. Кстати на рынках любую съедобную травку называют мотор самса или сукок самса. Так как одного мнения как должна готовиться самса мадор или сукок нету, поэтому просто буду называть ее самса зеленью. Режу лук небольшими кусочками для обжарки. Вот лук нужно обязательно обжарить маслами. Убирается таким образом горечь лука. Сильно обжаривать не нужно, только чтобы он слегка обмяк, пропитался маслом. Тогда начинка зеленью будет более сочная и вкусная. Сразу же обжаренный лук кладу в зелень и заправляю приправами и специями. Солю, кладу молотый сушеный кориандр. Зиру я немного растираю пальцами, чтобы раскрыть ее аромат полностью. И черный перец по вкусу. Затем тщательно перемешиваю начинку руками. Сильно мять не нужно, она сама обмякнет и уменьшится в объеме. Вначале кажется, что ее много, но в итоге всегда ее не хватает в готовом виде. Все, ароматнейшая, полезнейшая начинка готова. Займусь уже тестом. Столб присыпаю слегка мукой. Тесто делю на две части, пока буду работать с одной половинкой, вторую убираю в пакет. Тесто раскатала в колбаску и режу на куски весом примерно 60 грамм. Делать буду не маленькие, а можно сказать даже большие лепешки, размером больше чем чебурек, наверное. Получилось мягкое пластичное тесто. Раскатываю тонко в лепешки, скалкой, присыпаю мукой при необходимости. Вот так тонко я раскатала тесто. Беру начинку и выкладываю на одну половинку теста. Зелень немного уменьшится в объеме, поэтому ее кладу достаточно. Накрываю второй половинкой теста начинку и слегка прижимаю, чтобы убрать воздух между ними. Края теста, слегка прижимаю или можно просто защипать в виде косички. Беру нижний слой теста, подворачиваю ее сверху, прижимая пальцами к краям. Получаются вот такие красивые бортики, как на пирог, но это не обязательно так делать, можно просто как на чебуреке, просто защипать края. Выпекать самсу я буду в духовке на двух листах. Духовку я заранее прогрела. Выпекаются они очень быстро, 20-25 минут при 190-200 градусов. Смотрите все равно по своей духовке. Сразу же, пока они горячие, смазываю растительным маслом. Можно также смазать сметаной или сливочным маслом. Готовый самсу подают горячими, со свежими овощами, можно с кисленькой сюзьмой, со сметаной или кетчупом, как это люблю я. Так что дома в духовке или даже на сковородке можно приготовить настоящую вкусную сукок самсу. Конечно, с тандырной самсой это не сравнится, но уверяя, что не хуже, а может быть даже в чем-то и лучше, так как здесь свой выбор вкусовой начинки и зелени. А как это хрустит тесто, особенно края. Начинка очень сочная. В общем, что нахваливать. Сами знаете, как это вкусно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если это видео было полезным для вас.